Здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала Чужое мнение. В эфире, новости шоу-бизнеса. 47-летняя Наташа Королева впервые прокомментировала измену мужа. Певица огорчена, что федеральный телеканал вынес на всеобщее обсуждение проблемы в ее личной жизни. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» заявила, что до недавнего времени в ее семье царила полная гармония и ничто не предвещало таких событий. Пандемия оказалась для нас лучшим периодом в жизни. Вся наша семья была наконец-то вместе. Мы кайфовали и наслаждались, призналась Королева. По словам звезды, она долго хранила молчание после скандала, так как хотела разобраться в ситуации. Певица опровергла слухи о том, что они с мужем сами устроили эту провокацию, чтобы хайпануть, напомнить о себе и прорекламировать ее новую песню. Ситуация, которая возникла, этого всего не стоит, заявила Наташа. Королева обижена на Первый канал, на котором вышло ток-шоу о ее семейном скандале. Артистка отметила, что много лет сотрудничала с телеканалом, снималась в передачах и находилась в прекрасных отношениях с его руководством, с Константином Эрнстом и Юрием Аксютой. Певица рассказала, что Андрей Малахов заранее сообщил ей, что на Первом выйдет шоу об измене Тарзана. Наташа пыталась связаться с Эрнстом, но не смогла. Она подозревает, что генеральный директор телеканала не был в курсе происходящего. Это ЧП на канале. Эта ситуация вышла из серии хайпа и личных разборок. Мы не приходили на шоу, мы просили не говорить о нас. Внутри телеканала происходят свои собственные игры. Эта ситуация была создана, чтобы освободить кресло Эрнста. Это мои домыслы, высказалась звезда. Наташа надеется, что ей удастся лично поговорить с гендиректором Первого. Королева также прокомментировала поступок мужа. Певица назвала его взрослым ребенком и отметила, что не считает случившейся изменой. Это не измена, это подстава. Это разные вещи. Раскрутить нормального чувака, не проблема. Если это делать через голые фото и нежные сообщения, заявила поп-звезда. По словам артистки, она очень переживала за мужа, который по своей глупости попал в эту ситуацию. Самый жирный его косяк в том, что он привел их домой, отметила Наташа. Она также считает ошибкой мужа то, что он пустил девушек за порог, а не распрощался с ними сразу. Певица верит, что у Сергея не было длительных отношений с Анастасией Шульженко, которая заявила об их романе. По словам Королевой, за время их брака с Глушко ей звонило большое количество женщин с заявлениями о том, что они беременны от Тарзана. Звезда отметила, что уже давно не ревнует мужа. Певица рассказала, что один трагический случай навсегда изменил ее отношение к Сергею. «Я чуть не погибла на Волге, меня выбросило из катера. После этой аварии я поняла, что Сергей — тот человек, который будет до последнего рядом. Он меня спасал, трое суток находился со мной в реанимации, менял мне судно, мыл меня. Я тогда тонула, он меня со дна доставал, откачивал. Это был переломный момент в отношениях. С тех пор ни о какой ревности речи быть не могло», — со слезами на глазах поделилась Королева в интервью на шоу, «Осторожно, Собчак». А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.